Chrome Hounds Xbox 360 Переносы даты выхода Chrome Hounds становятся такой же доброй традицией для индустрии, как регулярный выход новых спортивных тайтлов от Electronic Arts или обещание некоторых безответственных лиц доделать такие Duke Nukem Forever. Компания Sega сообщает, что вместо 25 мая Chrome Hounds будет выпущена 29 июня нынешнего года. Дополнительный месяц, конечно же, будет использован для повышения качества игры. Beautiful Joe Red Hot Rumble PSP На момент подготовки этого выпуска видеофактов вторжение коварного Joe на PlayStation Portable уже стало для Японии и Северной Америки свершившимся фактом. Аборигенам из заброшенной до позабытой Европы Beautiful Joe Red Hot Rumble достанется лишь в конце мая. Именно тогда мы сможем попробовать на зуб эксклюзивные возможности вроде беспроводного мультиплеера, которые доступны только владельцам версии игры для PSP. Virtua Fighter V 17 февраля, Токио, префектура Тиба. Именно там и именно тогда японские производители аркадных игровых автоматов демонстрировали японской публике свои последние достижения в этой сфере. Среди них была замечена и компания Sega, представлявшая очередную, пятую по счёту, часть файтинга Virtua Fighter. Во время демонстрации была замечена новая героиня игры по имени Alien, ранее присутствовавшая только в демонстрационных роликах. Как выяснилось, отважная девица владеет китайским боевым искусством, имитирующим движение обезьян. Кроме самого показа игры в действии, представители Sega порадовали геймеров сообщением о том, что аркадная версия Virtua Fighter V позволит им монтировать собственные ролики. Записи особо удачных боёв можно будет сохранять и переправлять на специальный онлайновый сервер, с которого впоследствии видео можно скачать уже на домашний компьютер и в волю над ним поиздеваться. Tourist Trophy PS2 Пока везучие американцы и совсем до неприличия везучие японцы уже вовсю наслаждаются Tourist Trophy, несчастным европейцам остаётся только мечтать о новом творении студии Polyphony Digital и иступлённо грызть собственные локти. Но и на нашей улице скоро будет праздник. Европейское отделение Sony сообщает, что релиз Tourist Trophy в европейском регионе запланирован на май 2006 года. Если не произойдёт ничего неожиданного, то скоро и нам представится возможность с ветерком прокатиться по северной петле на самых быстрых мотоциклах в мире. Rise of Nations – Rise of Legends PC Стратегия Rise of Nations – Rise of Legends переправит геймеров во вселенную, где идёт смертоубийственная грызня между адептами магии и фанатами технологий. Разумеется, игрок вынужден будет принять сторону одной из воюющих группировок и показать оппонентам все недостатки их взгляда на мир. Разработчики обещают включить в игру не только традиционные режимы, но и ряд оригинальных находок, преимущественно относящихся к мультиплееру. Адреналин 2 – Час Пик – PC Проект Адреналин 2 – Час Пик сами разработчики из российской студии Gaijin Entertainment сравнивают с сериалом Burnout, переместившимся на запруженные автомобилями московские улицы. Новый гоночный симулятор создаётся на уже знакомом постоянным читателям страны игр движке Dagger Engine и предложит геймерам три десятка различных автомобилей, возможность развивать умения виртуального альтер-эго и позволит играть как в гордом одиночестве, так и в мультиплеере. Выход второго Адреналина запланирован на четвёртый квартал нынешнего года. Hitman Blood Money – PC, PS2, Xbox Очередная история о злоключениях прирождённого душегуба со странным именем 47-й поступит в продажу на территории Европы в конце мая нынешнего года, любезно сообщает нам издательство Ados. Как все уже знают, Hitman Blood Money изначально планировалось к выходу в версиях для персональных компьютеров PlayStation 2 и Xbox, но совсем недавно был анонсирован и вариант для Xbox 360. Его появление на прилавках наших магазинов должно состояться одновременно с релизом остальных версий Blood Money. Dreamfall – The Longest Journey – PC Разработчики Dreamfall – The Longest Journey из компании Fancom планируют в самом ближайшем будущем выпустить два диска с саундтреком этой игры. По словам ответственного за звуковую часть проекта Саймона Пула, при подборе музыкальных композиций для игры Fancom не просто лицензировала первые попавшиеся песни, а действительно постаралась создать нечто уникальное и оригинальное, что делает саундтрек к Dreamfall хорошей покупкой даже в том случае, если вы вообще терпеть не можете игры. Endone Streetball – PS2, Xbox Любители дорогого вина и мерзких лягушек из компании Ubisoft донесли до прогрессивного сообщества весть о переносе даты выхода баскетбольного симулятора Endone Streetball. Ранее запланированная к выходу на весну эта игра не появится на прилавках магазинов вплоть до июня нынешнего года. Как пояснили представители Ubisoft, дополнительное время будет потрачено разобраться.